Здравствуйте! На телеканале Россия программа Вести Ульяновск, в студии Олег Цюрин. И вот главная тема выпуска. Где можно узнать о симптомах с дрожжением и методах профилактики новой вирусной инфекции? Все обращения граждан, касающиеся вот этих вопросов, которые я назвал выше, поступают по номеру 112 со всей Ульяновской области, с каждого района. И все эти вопросы передаются в группу мониторинга. Колл-центр за сутки принимает более двух с половиной тысяч вызовов. И карантин не станет причиной культурного голода. После того, как хлеб, собственно, был убран, его свозили на ток, и там происходило обмолоть зерна. В музее готовят виртуальные экскурсии ульяновские симфонические онлайн-концерты. И ученики 4-й барышской школы сядут за парту героя. В данном мероприятии мы хотели бы улаковечить память своих воинов-земляков, которые отдали свою жизнь нашей Родине. Школьный стол подарили ульяновские пограничники в память о подвиге своего боевого товарища Игоря Амельченко. Но вначале в Ульяновской области из-за плохой погоды перекрыли некоторые дороги. Министерство промышленности и транспорта региона приняло решение об ограничении движения с 13.00 до 17.00 для грузового и пассажирского транспорта на территории Кузоватовского, Барышского, Николаевского, Павловского, Радищевского, Новоспадского и Старокулаткинского районов. Область накрыла метели и сильный ветер с порывами до 19-24 метров в секунду. На трассах ухудшение видимости до 500 метров и сильные заносы. И около сотни вопросов о коронавирусе ежедневно поступает от ульяновцев в центр мониторинга. Структура начала работать на базе службы обработки вызовов 112. По этому номеру можно получить помощь и ответы на все вопросы, связанные с пандемией. В мониторинговую группу вошли представители Министерства здравоохранения, образования и сельского хозяйства, а также сотрудники соцзащиты Государственно-правового управления, а еще волонтеры-медики. По коронавирусу, по работе аптек, по работе производственных магазинов, транспорта, в сфере образования. Все обращения граждан, касающиеся вопросов, которые я назвал выше, поступает по номеру 112 со всей Ульяновской области, с каждого района. И все эти вопросы передаются в группу мониторинга. Ежедневно в колл-центр 112 поступает более 2,5 тысяч звонков. С открытием новой структуры количество обращений резко возросло. Больше всего вопросов по здравоохранению ульяновцев интересуют не только симптомы поражения новой инфекции, способы профилактики. По номеру 112 фиксируют вернувшихся из зарубежных стран. В соответствии с постановлением главного санитарного врача, указом губернатора, они обязаны обратиться на линию 112, зарегистрироваться, то есть предоставить свои данные. И им разъясняют, каким образом осуществлять режим самоизоляции. Затем информация передается уже в поликлиники по месту жительства этих граждан, и к ним уже выходят специалисты. Кому-то требуется материальная помощь, кому-то требуется помощь в доставке продуктов, если человек находится в условиях самоизоляции, либо необходимо принести лекарства. Здесь соцзащита у нас взаимодействует с волонтерами-медиками. Региональный центр мониторинга работает ежедневно с 8 утра до 22.00 без выходных. По номеру телефона 112 можно задать любые вопросы о коронавирусной инфекции. Пока в регионе официально зафиксировали единственный случай заболевания. И в продолжении темы, культурную жизнь в регионе хоть официально и приостановили, но она продолжается в виртуальном пространстве. В регионе с 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса отменили все массовые мероприятия. Но как побывать в музее или на концерте, при этом не выходя из дома, знает вас Рассадина. Сюда засыпалось зерно, и уже сеятель выходил в поле и раскрасывал, то есть вот таким вот путем засевался поле. В Краевическом сегодня пусто, зато познавательно. Производство хлеба от зернышка в коробе до колоска в поле рассказывает пытливым виртуальным зрителям сотрудник музея. После того, как хлеб, собственно, был убран, его свозили на ток, и там происходил обмолот зерна. То есть бралось специальное сельскохозяйственное устройство такое для выбивания зерен, называется цеп или молотил, да. И с помощью него крестьяне вот таким вот способом ударяли по зернам, да, и, соответственно, из колосек выбивалось зерно. Здесь же в другом зале лекция о перьях. Так в период отсутствия посетителей экспозиции сами идут к народу. Сотрудники музея готовят ролики, которые затем разместят в сети интернет, чтобы ульяновцы во время вынужденного культурного карантина не скучали, а познавали родной край. Мы сейчас ведем переговоры с рядом нафастных порталов о размещении этих роликов у них. Мы предлагаем населению посмотреть наши сюжеты, не выходя из дома, и познакомиться с геологическим прошлым нашего края, с материальной культурой 19 века, а также с растительным и животным миром Ульяновской области. На сайте Крайвеческого уже сейчас можно поучаствовать в виртуальной экскурсии по музею, прогуляться по залам и посмотреть экспонаты. Движение, движение. Придержать, придержать, возьмешь к струне, придержать струну, возьми. К жизни в виртуальном пространстве готовятся и музыканты симфонического оркестра. Репетиции не прерываются, ведь по выходным из мемориального центра музыка польется в прямой эфир. Трансляции будут вести в интернете. Они будут вечерние, и мы оставляем это же вечернее время, воскресные концерты, вечерние в субботу, а также для всей семьи в два часа дня. Это будут детские сказки, которые мы будем представлять нашей аудитории. Это будет и по субботам, и по воскресеньям. А отдельно лекции и экскурсии, которые мы планируем делать и из усадьбы семьи Ульяновых, и из дома Ленина. Симфонический оркестр начал серьезную подготовку к 250-летию со дня смерти Бетховена. Памятную дату во всем мире отметят 26 марта. Сейчас мы перешли на жесткий шестидневный график, вне зависимости от того, что есть рекомендации о переходе на пятидневку. Но я считаю, что для нас это время мы должны в первую очередь использовать как повышение собственного исполнительского уровня, а потом просто элементарно ознакомить с этими сочинениями наших слушателей. Все концерты 58-го Международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена» перенесены на конец 2020 года. В кассе можно вернуть деньги за билеты. Всю информацию о трансляциях, концертах и виртуальных экскурсиях можно найти на сайте Ленинского мемориала и в социальных сетях организации. Васа Рассадина, Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Ответственность застройщиков выросла, а права граждан стали более защищенными. В Ульяновске на базе областной прокуратуры состоялся форум, посвященный вопросам защиты участников долевого строительства. Служители Фемида, юристы, власти, общественники обсудили изменения, касающиеся этой сферы. Так, в прошлом году тема с проблемными домами была урегулирована в федеральном законодательстве. За счет средств федерального бюджета достраиваются и будут достраиваться проблемные объекты. В случае их невозможности завершения строительства, людям будет выплачивать соответствующая компенсация. Значительно ужесточили требования к самому застройщику. Теперь это может быть не любая строительная организация, а соответствующая определенным требованиям, например, имеющая серьезное финансовое обеспечение. Одно из самых важных изменений, которые с прошлого года вступили в силу, касается денежных транзакций. Сейчас средства непосредственно застройщикам не поступают. Они находятся в банке на так называемых эскроу-счетах. И застройщик получит их только после окончания строительства и введения домов в эксплуатацию. Изменения коснулись уголовного законодательства. За незаконное привлечение денежных средств граждан ответственность стала более жесткой. Только за последний год прокуроры региона вывели в этой сфере более 250 нарушений. Возбуждено три уголовных дела, а также привлечено к дисциплинарной административной ответственности больше 70 должностных лиц. В результате восстановлены права более 2000 дольщиков на получение жилья в 23 домах, в том числе трех проблемных. Вести Ульяновск в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск. Нацпроекты, бюджеты, отношения региона с федеральным центром. Вот лишь небольшой список тем, которые прозвучали на встрече представителей регионального законсобрания в Совете Федерации Сергея Рябухина с журналистами. Сергей Николаевич подчеркнул, что в столице достаточно высоко оценивают работу региональных властей. Как подтверждение, рост федеральных дотаций Ульяновской области на реализацию различных проектов. Когда я в 2000 году, будучи председателем на законодательном собрании, утверждал бюджет на 2000 год, бюджет составлял 2,6 миллиарда. Ульяновская область. Сейчас он уже 70 миллиардов. А трансфер из федерального бюджета 16,2. Вы можете сказать, что инфляция за этот период времени, но она не в десятки раз инфляция. А все-таки это, конечно, серьезный прорыв. Зашла речь о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию. Сергей Рябухин напомнил, что принимал участие в разработке действующего основного закона. Это принято в 1993-м. Документ работает, но время диктует необходимость корректировок, отметил Сергей Рябухин. Речь о соцгарантиях и об уточнениях законодательных параметров. Над пакетом поправок работало большое количество специалистов в самых разных сферах. В комиссию входили представители, причем самые такие интеллектуальные элиты. Вот они высказали, они высказали позицию всех слоев, всех политических настроений. Сформулировали пакет, а теперь пусть весь народ выскажется. А какая еще иная? По каждой поквартирной голосовании, каждый свой хлебисцик по квартирам, по подъездам. Это элемент анархии. Голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации намечено на 22 апреля нынешнего года. Но из-за коронавирусной инфекции, возможно, будет перенесено на более поздний срок. В Ульяновске, как и в других регионах России, зачастую затягивают с выдачей жилья детям-сиротам. Бывшим воспитанникам детских домов приходится ютиться у знакомых и друзей. Простать в очереди на положенные законом метры можно до 10 лет. Порой проблемы помогают решить люди с авторитетом. Об одном из таких случаев наш следующий материал. Дмитрий Шубин – экс-воспитанник детдома Соловьиной Рощи. Четыре года назад он вступил во взрослую жизнь, но собственного угла так и не обрел. Хотя по закону ему полагалась квартира от государства. Дима так и жил бы в ее ожидании, но помог депутат Рамиль Абитов. Я к нему обратился, он мне сразу помог, сказал так и так, вот ты в первом полугодии 2020 года ты получишь квартиру. Вот когда мне позвонили, сказали, что через два дня вы получите квартиру на Ипподромной, на севере, получается, Ленинский район. Я обрадовался. Дима уже обустраивается в новой квартире, он завез первые вещи. А в это время в гости к нему пожаловал депутат. Рамиль Абитов пришел не с пустыми руками. Он подарил Диме микроволновку. Это как раз то, что хотел экс-воспитанник Соловьиной Рощи. Я спросил, Дим, что тебе подарить на твое новоселье? Он говорит, Рамиль Абитов, если не трудно, микроволновую печь. И все же это приятные хлопоты, а до этого депутату пришлось ходатайствовать в Министерстве строительства. Он побывал не в одном кабинете, прежде чем закрутилось дело в пользу Димы. Что же так? Почему житель моего округа Шумин Дмитрий не может получить квартиру? Мне пообещали как депутату, естественно, я Дмитрию, что в марте-апреле 2020 года он получит свое жилье. Он не только получил, он уже дозором обходит владения свои вместе с депутатом. В кухне электроплита, в ванной современная сантехника, плюс счетчики на горячую и холодную воду. Помещения в квартире пахнут новыми обоями, а есть в квартире и коронная фишка. Вид особенно очень красивый, с балкона. Выйти посмотреть на ипподром можно, на Волгу. Сам Рамиль Абитов призывает избирателей не стесняться и чаще обращаться в общественные приемные депутатов. Люди могут бесплатно получить юридическую помощь, а правовая поддержка – это залог успешного решения проблемы. Эдуард Истомина, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Порта героя появилась в школе номер 4 города Барыша. Вручили ее учебному заведению пограничники в память о подвиге своего боевого товарища Игоря Амельченко. Уроженец Барышского района служил на Северном Кавказе. 22 июня 2004 года погиб в неравном бою с боевиками под Назранью. Уже посмертно награжден Орденом Мужества. В данном мероприятии мы хотели бы увыковечить память своих воинов-земляков, которые отдали свою жизнь нашей Родине. Это первая парта героя-пограничника в Ульяновской области. За ней будут заниматься лучшие ученики 4-й барышской школы. И у меня на этом все. Выпуск завершит информация о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Россия». Сейчас в Ульяновске минус 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду. Порывы ветра 15 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова